Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, звезды хоккея и фигурного катания. Похоже, они могут стать в Щелкове частыми гостями. Ледовая арена, которая скоро откроется на улице Фабричной, готова принимать гостей любого уровня. В четверг здесь побывала живая легенда советского и мирового спорта Ирина Роднина. В мае этого года Ирина Константиновна была избрана президентом Федерации фигурного катания Московской области. Теперь знакомится с городами и районами, где есть ледовые спортивные объекты. Встретили ее руководители администрации Алексей Валов и коллектив спорткомплекса. Естественно, новый объект, это всегда интересно, потому что вот сейчас не только здание закончили, как говорится, но и закладывается, какая будет будущая работа. А будущая работа – это два отделения спортивной школы – фигурного катания и хоккея. Но если с последним проблем быть не должно, хоккей у нас в районе давно развивается, то с родным видом спорта Ирины Родниной есть проблема – тренерская. «Мы катки строим быстрее, чем готовим кадры», – говорит Ирина Константиновна. Когда я в 80-м году уходила из большого спорта, на всю страну было около ста ледовых арен. Сейчас только в Московской области – 30. Сейчас только за последние 6-7 лет, когда я стала работать программа, федеральная целевая программа по строительству спортивных сооружений и программа партии «Единая Россия» по быстровозводимым спортивным сооружениям, мы за последние, как я говорила, 7-6 лет открыли более 300 спортивных объектов именно со льдом. Такой бурный рост, а в институтах физкультуры нет ни одной кафедры фигурного катания, только отделение. Ирина Роднина по мере сил старается повлиять на ситуацию. А еще она посоветовала не ограничиваться только воспитанием профессиональных спортсменов. Люди любого возраста должны иметь возможность обучиться основам фигурного катания или хоккея. Тем более, интерес к зимним видам спорта очень вырос после Олимпиады в Сочи. Они же не виноваты, что вот Щелково только сейчас построили катание. Но в свои там 7-10 или 15 лет они тоже хотят научиться заниматься, кататься, красиво кататься, да. Все нормально понимают, что если я музыку взяла, гитару в 15 лет, я могу элементарно научиться. То же самое фортепиано. То же самое здесь может быть и с фигурным катанием или с хоккеем. То есть мы должны людей научить грамотно двигаться на льду, неважно сколько тебе лет. Но такие программы тоже они должны обеспечиваться. Массовые занятия спортом районная администрация только поддерживает. Зимой зальют 11 открытых катков. По максимуму хотим. Детишкам предоставить возможность для занятий спортом массовым. Хорошо, хорошо. До открытия ледовой арены в Щелкове осталось совсем немного. Докупить оборудование, сделать трибуны для зрителей. И еще набрать к открытию арены будущих чемпионов. Если Ирина Константиновна уже на нас обратила внимание, то я думаю, что здесь будет развиваться и фигурное катание. Потому что Ирина Роднина, вот я с ней пообщался, ну это абсолютно такой позитивный человек. Человек, который несет в себе импульс начала. И я уверен, что это начало состоится в Щелковском муниципальном районе, частном городском поселении Щелково. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.